Приветствую вас. Вы знаете, вот конкретно если мы говорим про вашу ситуацию, то я бы обратил внимание на несколько вещей. Первое, это стремительное развитие ваших отношений. То есть отношения развиваются, ну, слишком быстро. На мой взгляд, да, то есть как бы вы познакомились, две недели прошло, через две недели вы уже начали встречаться. То есть на мой взгляд это очень быстро. И нет, дело здесь совершенно не в том, например, что я считаю, что должно быть больше времени, а от них я думаю, что времени нужно столько, сколько, нужно, то есть как бы, ну, я не считаю, что есть какой-то вообще, ну, какой-то такой единый, да, какой-то единый стандарт или единая норма времени, я не думаю, что оно есть, но важно здесь немножечко другого. важно здесь тоже, что мы называем много общего. То есть по сути непонятно, любит ли он вас, любите ли вы его, какие чувства друг к другу вы испытываете, да, и так далее. Но, несмотря на это, несмотря на то, что не совсем понятно, какие чувства вы испытываете, например, друг к другу, да, сейчас, именно сейчас, можно говорить о том, что вы уже испытываете по отношению к человеку, ну, некоторые чувства, ну, некоторые чувства, собственничества, я бы так сказал. То есть вы боитесь потерять мужчину, по сути. И вот, собственно, собственно, возникает вопрос, что в таком случае. А что послушается? Что? Что произойдет, если вы человека потерять? То есть вот, грубо говоря, чем для вас так страшно потерять его? Понимаете, да? То есть вот, как вышло так, что вы боитесь его потерять? Человека. Вот на это, мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. На это, мне кажется, вам необходимо обратить свое самое пристальное внимание. Потому что именно это, потому что именно это, вот именно это, то, что вы боитесь потерять человека. И определяет в какой-то степени вашу проблематику в целом. Потому что, по сути дела, вы таким образом говорите, что мужчина мне принадлежит, я, там, не хочу, грубо говоря, никому его отдавать. Я не хочу, там, с ним делиться. Я не хочу, там, с ним делиться. Я не хочу им делиться. Я боюсь его подробнее он нужен. А для чего он вам нужен? Вот, чтобы что он вам нужен? Вот это очень важный момент. На который вам нужен? Ну, ответ на который вам нужно найти для себя. Самой. Вот. И, собственно, тогда уже ситуация будет гораздо лучше, чем, ну, чем сейчас. Сейчас. Вот. Вы вопрос задаете, как бы, ну, не в первый раз. Вот. И, соответственно, мне кажется, что ваша проблема, она такая, такая, более глобальная, скажем так, да? Более глобальная, связана с травмами в родительской семье в какой-то степени. Вот. Связана с проблемами в отношениях, с образом матери. Вот. То есть, если мама у вас такая, да, достаточно сильная женщина, вот, как вы сами сказали, то вы, соответственно, можете, ну, вы, соответственно, можете быть склонны к тому, а... чтобы, чтобы, наоборот, условно говоря, подчиняться, да, да, хотя, там, еще не факт, ну, это еще не факт, да, это еще не факт, что... что вы именно этого, как бы, хотите, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее. И, соответственно, уже вот на эти, на эти глобальные темы, основываясь на этих глобальных моментах, я думаю, нужно, значит, значит, выстраивать терапию. нужно выстраивать, ну, вот это вот взаимодействие, вам. Вот. И потихонечку, потихонечку, потихонечку работать, работать со специалистом. Вот. И постепенно проблема решится. вы можете стать более самостоятельными, вот, вы можете стать более свободными, более естественными и, собственно, собственно, не переживать из-за того, что, значит, ну, что человек вам не пишет, не пишет и не хочет с вами общаться, например. Вот. Потому что, ну, в той парадигме, какой он находится, да, то есть, как бы, ну, это спортсмен, так и далее. Он может просто, во-первых, может действительно быть занят, а во-вторых, может не хотеть именно, что тех отношений, которые хотите вы. Что-то он может хотеть. Хотеть, ну, ну, немного других отношений, вот, к которым вы сам, вы, именно вы можете быть не готовы. Ну, такое вот тоже, к сожалению, может быть. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, этот момент в виду, да, и, и, соответственно, мне, позволяйте сбивать себя с толку, вот, это то, что я могу вам сказать, в принципе, в целом, вот это, это, ну, как бы, это в целом, то, что я могу вам ответить на вопрос. Значит, то, что вы пытаетесь сделать, то, как вы пытаетесь себя вести, да, вот это позиция, к сожалению, манипуляционно повисла. То есть, то есть, я хочу, э-э-э, говорить, ну, говорить о вы, э-э, чтобы ты задумался, и чтобы ты, ну, грубо говоря, был со мной, вот. Ну, это, э-э-э, ну, это не совсем, э-э-э, позиция, которая демонстрирует, э-э-э, скажем так, хорошее отношение, здоровое отношение между вами и мужчиной. Вот. Поэтому здесь я рекомендую вам, конечно, в какой-то степени, э-э-э, опять же, э-э-э, прикинуть, спросить себя, что я чувствую к человеку. Вот. Какие у меня чувства к, э-э-э, там, то, что я не хочу вытереть, да, это один момент. Э-э-э-э-э, вот. Э-э-э, связанный, с, э-э-э, тем, э-э, что со мной будет, если я, если я потеряю э-э-э-э-э-э, его, его. А с другой стороны это, что я чувствую, вот. Такая вот история. В этом всем я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.